Всем привет! В этом видео вы увидите плацкартный вагон российских железных дорог изнутри. Сейчас я сижу в достаточно нормальном вагоне, но вначале предлагаю вам посмотреть действительно страшный, старый и трэшовый вагон. Вообще плацкартный вагон представляет из себя длинный вагон, в котором есть купейные вагоны. Ну их сложно назвать купе, то есть это купе без места. Вот четыре полки плюс столик. На четырех подождем рассчитано. И две боковые полки, то есть верхняя и нижняя. То есть получается в одной секции у нас обитает сразу шесть пассажиров. Итого таких купе здесь девять, то есть шесть на девять будет пятьдесят четыре места. Что внутри купе? Полка, которая поднимается, то есть если нет наверху никакого пассажира, то можно ее поднять. Плюс небольшой ящик, который можно положить в полотенце, плюс верхняя полка, на которой у нас лежат тоже вещи. Ну и собственно нижняя полка, которую можно тоже поднять и под ней можно положить свои вещи. Вот столик поднимается. Под столиком иногда бывает открывашка для пива. Ну и посмотрим. Есть. Обычно под нее, к ней еще прикрепляют устройство, пакет точнее, для того, чтобы складывать туда мусор. Вагон также оборудован шторкой, которая опускается и можно закрыть окно. Но ее закрывают обычно зимой, потому что холодно, и плюс небольшие занавесочки. Да, от солнца тоже можно закрыть. Ну вот и все. Все развлечения в пласткартном вагоне. Из развлечений можно лежать, можно сидеть, можно разговаривать, можно молчать и спать. Музыку слушать. Музыку слушать можно. А, вот еще радио есть. Радио точка, значит, и включение радио. По уму вагон еще оборудуется кондиционером, печкой. Но этот вагон не оборудован ничем. А, есть еще вот такие полочки, и вешалка для вещей. Вот так вот выглядит вагон пласткартного поезда. А, вот в последнее время, где-то лет 7 назад, стали вагоны оборудоваться в верхней полке такой штуковиной, которая позволяет нам не падать во сне. А то раньше были частые случаи, когда пассажиры, особенно в подпитие, падали и ударились головой у нас об столик. Когда вы заходите, то попадаете в небольшой камбур, где находится, значит, служебное пупе проводника, а дальше пупе, где проводники спят во время смены своей, ну, когда они работают. Вот так же отсек, где петлевой воды. И она даже работает, только непонятно, что там течет. И святое место для всех пассажиров – это титан. Вот здесь растечет кипяток и горячая вода. По преданию, из титана не может потечь некипяченая вода. То есть он устроен таким образом, чтобы вода была всегда кипяченой. Так что можно безопасно пить воду. Еще из достопримечательностей плацкартного вагона – это расписание. Здесь показано, где поезд останавливается, сколько останавливается. То есть можно свой день построить по этому расписанию. Ну и, конечно, розетка, где можно заведеть сотовый телефон. Интересное место в плацкартном вагоне, который заслуживает отдельного внимания – это небольшой тамбур перед туалетом. Перед тем туалетом, который находится дальше от проводников. Потому что здесь есть две интересные вещи. Во-первых, это мусорка. А во-вторых, это розетка, в которой можно зарядить свой телефон. Так что здесь можно сидеть, заряжать мобильник или ждать, когда освободится туалет. Тамбур, который находится у нас в противоположной стороне от купе-проводника. Раньше здесь можно было курить. Но в 2014 году курить в общественных местах, в том числе в поездах, запретили. И поэтому здесь курить сейчас нельзя. Воздух, соответственно, стал чище, приятнее и насыщенным рельсами и шпалами. Вот. А раньше здесь висела специальная штука для того, чтобы можно было выкидывать пучки. И все стояли здесь, дымили. Также самое шумное место. Сейчас будет очень шумная фотосорка. Здесь у нас цепляются два вагона друг за друга. Очень страшно, очень шумно. Туалет-блакс-карта представляет из себя небольшое помещение размером примерно метр на метр, в котором имеется зеркало, раковина, стояк во времен войны, французской войны еще в 1812 году, ну а также унитаз. Но для тех, кто не знает, есть вот такая еще штука. Нажимаем на педальку и оба! И все содержимое унитаза у нас выливается на российские железные дороги. Современный вагон гораздо чище, приятнее, лучше пахнет, чем тот старый вагон, который вы увидели только что. Отличия. Мягкие штуковины, чтобы можно было упереться спиной. Все красивым, бежевым, таком нежно-кремовым, я бы сказал, цвете. Плюс все новенькое, чистенькое, красивенькое. Новые штуковины сделаны, металлические полки, то есть удобно класть вещи, они не вываливаются. Чуть пониже вот эта вот держалка, потому что на ту залезать тоже очень тяжело. Ну и вообще весь вагон выглядит достаточно сильно свежим. Вот, сейчас посмотрим туалет. Двери тоже открываются лучше. И туалет, самое главное, не закрывается на санитарные зоны. То есть он всегда открыт и готов принять пассажиров. Потому что это биотуалет. То есть как в самолете, мы нажимаем кнопочку, и у нас снувается все содержимое. Плюс кран нормальный, починенный. Точнее, не сломавшийся еще кран. В нем установлен датчик, чтобы при нажимании мы можем его отпустить, и он автоматически у нас прекращает поток воды. Ну все так же оборудовано бумагой и так далее. Еще индивидуальное защитное покрытие для унитаза. То есть можно сидеть. Вот этим у нас комплектуется новый вагон. Но вообще находиться здесь намного приятнее, чем находиться в том старом вагоне, который вы видели только так. Также есть табло, на котором у нас изображено открыт или закрыт туалет. Какая температура в вагоне. Сколько сейчас времени по Москве. Ну и вообще, вся информация интересующая пассажиров находится на этом табло. Особым ритуалом при путешествии на поездах является выход на длительную стоянку. То есть когда поезд останавливается на время дольше 15 минут, то можно выйти из вагона, чтобы прогуляться и размять свое тело на остановке. В это время все устремляются к ларькам, которые стоят в большом количестве на станциях. Также стремятся поскорее купить что-то, купить пиво, купить дошираки, купить журналы, ну или просто погулять. Но с 2014 года все стремятся выйти еще, потому что на станциях можно курить. То есть до этого можно было курить прямо в поезде, а теперь можно курить только исключительно на станциях. Поэтому все хотят выйти именно для того, чтобы покурить. Полюбуйтесь. Все стоят и ждут, когда проводник скажет, заходим в вагон. Тогда все пойдут опять в вагон, лежать и ехать дальше. Шиком считается ехать в одном купе с вахтовиками, которые едут домой, с дембелями, с детьми, которые едут в лагерь на море, ну и, конечно же, с цыганами. Еще одно развлечение, это сходить в привокзальный магазин. Но лучше уйти чуть подальше, там цены будут подешевле. Зато есть риск опоздать на поезд, поэтому надо быть шустрым и внимательным. Труба вентиляции. То есть мы берем обычную пластиковую бутылочку, отрезаем у нее горлышко, отрезаем у нее донышко и получаем такую пластиковую трубку. После этого заталкиваем ее в окно под углом 45 градусов по направлению движения поезда. И получаем поток воздуха, который дует у нас с улицы. То есть воздух не просто продувается через вентиляцию вот так вот в окно и случайно залетает, а залетает в вагон с огромной струей. Еще один полезный лайфхак. Поскольку розетка у нас находится наверху и никакой полочки, чтобы положить телефон, нет. Мы делаем следующим образом. Берем небольшой конец веревочки, завязываем два узла, петелькой привязываем к заряднику и привязываем к телефону. И телефон у нас висит, привязанный к заряднику. В этом видео вы увидели, каково это путешествовать в плацкартном вагоне российских железных дорог. Поэтому от всей души советую вам летать самолетом. С вами был Михаил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до свидания.